МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в нашем выпуске вы увидите. На встрече с жителями дома номер один по советскому проезду обсудили капитальный ремонт. Сначала составлена будет дефектная ведомость по всем видам работ, затем определена смертная стоимость. Крупская, личная. Новая экспозиция в музее-заповеднике Горки-Ленинске. Она была очень привязана к матери. И мать сопровождала ее и в ссылку, и в иммиграцию прямо до самых последних своих дней. Воспитанники клуба «Звездный вальс» стали чемпионами России по танцевальному спорту. Им было очень сложно, но они молодцы. Помимо месячника благоустройства, который стартовал в нашем районе, начинается сезон ремонтов в многоквартирных жилых домах. Чтобы обсудить все нюансы предстоящих работ, сотрудники администрации начинают проводить встречи с жителями. Подробнее в нашем сюжете. Управляющая компания «Радуга», которая обслуживает дом номер один по советскому проезду, организовала встречу с жителями. На ней присутствовал заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков. В этом году данный жилой дом принимает участие в программе капитального ремонта. Здесь будет заменена кровля, произведен ремонт инженерной системы и фундамента, а вместо устаревшего лифта в подъезде появится современный. Сегодня ваш дом уже находится на обследовании. Сначала составлена будет дефектная ведомость по всем видам работ, затем определена сметная стоимость, пройдет госэкспертиза, и, соответственно, после этого начнутся работы. Все работы планируем завершить до 1 сентября. Кроме того, по случаю 90-летия Ленинского района, Московской областью были выделены средства на благоустройство центральной части города Видное. Благодаря этому во всех домах по советскому проезду пройдет ремонт фасадов. Планируется, что все жилые дома обзаведутся единой архитектурной концепцией и цветовой гаммой, которая сейчас обсуждается с жителями. Используется новый легкий материал «Суфтермолэнд». И самое интересное, что его можно окрашивать уже в заводских условиях в любой цвет. То есть мы хотим создать цветовую гамму, которая бы не раздражала жителей, которая бы приносила колорит центру города. Также в этом году благодаря губернаторской программе «Мой подъезд» в доме номер один по советскому проезду пройдет ремонт. Вместе с сотрудниками управляющей компании жильцы смогут выбрать материалы отделки на общем собрании собственников квартир. Во время встречи каждый смог задать интересующий вопрос и получить на него ответ. Лавочки нет, вот хотя бы вот выйти, потому что мы уже старые с дедом, еле выходим или идем откуда-то, хоть на одного, хоть на двух, вот маленькую лавочку брать. Если собрание общее принимает такое решение, значит, либо за счет средств муниципалитета, либо управляющей компании, такие лавочки мы устанавливаем. По завершении встречи все присутствующие заполнили специальные анкеты, где оставили свои отзывы и предложения по благоустройству. Такая обратная связь будет полезна сотрудникам администрации района. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В горках ленинских в музее кабинета квартиры Ленина в Кремле открылась новая экспозиция, посвященная жизни Надежды Константиновны Крупской, общественного деятеля, жены и соратника, вождя мирового пролетариата. Выставка получила название «Крупская личная». Первым ее увидел наш корреспондент Максим Козлов. Последний штрих портрет в тяжелой раме ставит на мольберт. Его автор – заслуженный художник России Игорь Суворов. Без этого полотна, по мнению автора выставки Светланы Генераловой, экспозиция была бы неполной. Теперь здесь готовы принять гостей. Выставка посвящена Надежде Константиновне Крупской, а конкретнее – ее личной жизни. Сама Надежда Константиновна таких разговоров избегала. Новая экспозиция состоит из трех частей. Первая посвящена молодости Надежды Константиновны Крупской, вторая – ее революционной и общественной деятельности, третья – жизни после смерти Ленина. С этих фотографий на посетителей смотрит другая, совсем незнакомая нам Надежда Крупская. Это была очень красивая девочка и в детстве, и в юности. Она была исключительно хороша. Мы видим ее рисунки. Юноша, видимо, разморенный солнцем, лежит, прислонившись к горе. Она была очень привязана к матери. И мать сопровождала ее и в ссылку, и в иммиграцию, прямо до самых последних своих дней. Вся жизнь Надежды Константиновны неразрывно связана с вождем Октябрьской революции Владимиром Ильичом Лениным. При этом она сама вела активную революционную и общественную деятельность. Но каким она была человеком, почти ничего не известно. 26 февраля 2019 года исполнилось 150 лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской. Но подготовить выставку к этой дате не успели. Недавно закончилась реконструкция всего музея, кабинет и квартиры Ленина в Кремле. К тому же для выставки потребовалось изучить и собрать много архивных документов. Несмотря на то, что в музее есть помещение, воссоздающее комнату Надежды Крупской, его сотрудники посчитали, что существует насущная необходимость в еще одной отдельной экспозиции. Мы видим эту комнату так, как она была при Надежде Константиновне. Рабочий стол, кровать, диван. И мелкие вещи, ее одежда, туфли, кошелечки, все это убрано. Вещей у нее было мало, но и те были где-то спрятаны по шкафчикам. А это всегда вызывает, вот именно мелкие предметы вызывают большой интерес. Какие платья она носила, какие у нее были ботинки, какими гребешками она причесывалась. И чтобы показать вот это все, нужна выставка отдельная. Рядом с кабинетом Надежды Константиновны расположена ее библиотека. Безусловно, книги могут многое поведать о характере владельца, но историки уверены, что именно документы и личные вещи куда лучше расскажут о человеке. Часть документов и фотографий предоставил Российский государственный архив социально-политической истории. Часть хранилась в фондах музея, в том числе и личные вещи Крупской, которые также дают представление об их владелице. Это, в общем-то, первая леди, пусть даже с приставкой «экс». У нее две блузки, один сарафан и одни ботиночки. Все, у нее больше нет одежды. Ну, пальто, допустим, у нас в коллекции нет, но очень мало вещей. Находится одним и тем же портфелем, у нее заплатки на туфлях. И мы, скорее, недоумеваем, как же так. Экспозиция будет доступна всем посетителям музея, кабинет и квартиры Ленина в Кремле до октября 2019 года. Максим Козлов, Егор Хлябищ, Ольга Садовская. Видное ТВ. Открытый конкурс чтецов «Родное слово» состоялся в центре досуга Дроздова. Наша съемочная группа побывала на прослушивании самых юных участников. Анастасия Воронина расскажет подробнее. В честь года театра, который в России объявлен в 2019 году, в центре досуга Дроздова проводят многочисленные мероприятия, посвященные актерскому искусству. Так, например, в этот раз состоялся открытый конкурс чтецов под названием «Родное слово». Такие конкурсы проводятся, во-первых, для того, чтобы каждый ребенок мог себя проявить. Проявить в данном случае в художественном слове, в данном случае стихотворение, показать всю глубину души. Как вот в таком маленьком стихотворении этот маленький ребенок может показать свой актерский, свой человеческий диапазон, как он понимает сейчас этот мир. Мне нравится участвовать в таких конкурсах, потому что, как сказать, потому что большое помещение, жюри, это прям как будто все профессионально. В этом конкурсе всех участников объединила одна общая военная тематика. Несмотря на свой юный возраст, детям удалось осмысленно передать содержание рассказываемых стихотворений. Подготовка к конкурсу чтецов – процесс долгий и основательный. Особо много времени занимает поиск подходящего произведения и работа над дикцией, что немаловажно. И, конечно, выбор костюма. Ведь внешний вид актера играет большую роль. Один из конкурсантов, Михаил Авдеев, рассказал о том, как проходила его подготовка и кто ему в этом помогал. Стелются черные тучи. И мама меня учила по форте и пьяно. Громко и тихо. И мама говорила, в каком моменте мне надо тихо, а в каком громко. Юных чтецов оценивала компетентная жюри. Профессиональные актеры, режиссеры и педагоги внимательно слушали каждого конкурсанта, отмечая в своих бланках плюсы и минусы выступающего. Например, для Евгении Мавриной главный критерий – это не дикция и даже не костюм участника, а его эмоции. В первую очередь всегда смотришь на душу, во-первых, и на глаза человека, который читает стихотворение. Понимает, о чем он говорит или нет, это самое важное. Если ребенок с горящими глазами осознанно говорит, произносит эти слова, душу в это вкладывает, и ты видишь, что он понимает, о чем говорит, то здесь никакие другие критерии оценки не срабатывают. Пришло время награждения конкурсантов. Вначале определили того, кто был удостоен приза зрительских симпатий. Каждый смог отдать свой голос за понравившегося участника. В итоге приз взял Максим Вавилов. А после члена жюри назвали сразу нескольких счастливчиков, вошедших в первую тройку победителей. Ну а главный приз гран-при получил Александр Макаров. Всем другим участникам вручили памятные дипломы. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В копилке наград Ленинского района – пополнение. Ребята из видновского танцевального коллектива «Звездный вальс» заняли первое и второе места на прошедшем на днях чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту в категории ансамбле «Латиноамериканская программа». О том, как становятся чемпионами России обычные девчонки и мальчишки, в нашем следующем сюжете. Их день расписан буквально по минутам. Этих ребят не увидишь праздно шатающимися по улицам или часами сидящими за компьютерными играми. После школы они спешат на тренировки. В их второй дом под названием «Звездный вальс». Для меня танцы – это стало как образ жизни, потому что я хочу сделать из себя чемпиона и стать усерднее тренирующей. Мы привыкли с самого детства, мы живем в таком бешеном ритме жизни. Уже, ну, лично я занимаюсь 11 лет в этом клубе, и я привыкла совмещать и репетиторов, и школу, и танцы. Это доставляет мне большое удовольствие. Это и есть их секрет успеха, признаются ребята, которые на днях стали чемпионами и вице-чемпионами России по танцевальному спорту. «Подготовка вся у нас началась с трех утра, так скажем. Мы в четыре утра все встретились, то есть в три утра мы встали, в четыре мы сели все вместе в автобус, в пять мы уже были на месте, и у нас началась активная подготовка. У девочек у всех автозагары, макияжи, прически, у мальчиков тоже носили тон, прически. Кого красили, тот тренировался, кто тренировался, того причесывали». На первенство отправились две команды звездного вальса. Старшим предстояло сразиться с командой из Переми, неоднократными победителями и основателями фармейшн, командного направления в спортивных танцах. У младших соперниками стали коллективы из Тюмени и Ноябрьска. Тоже далеко не новички, и все же видновчане показали отличные результаты. «Было такое непонятное чувство, мы были очень рады, потому что соперники были очень сильные». «Установка была немножко такая разноплановая, им было очень сложно, но они молодцы, потому что там можно сдвинутый размер, синкопированные какие-то акценты, они молодцы». Путь к победе был относительно недолгий. 5 ноября сформировали две команды и начались репетиции. 12 января ребята уже стали чемпионами Москвы, и вот в конце марта подтвердили статус чемпионов уже на уровне страны. «Время у нас было, мы улучшили, что-то поменяли, отработали и так далее. У старших тоже чуть поменяли музыку, то есть основы все равно тоже, но, конечно, у нас было время подготовиться поактивнее, потому что это уровень уже другой, коллективы другие». У каждой команды участницы фестиваля свой талисман. Есть он и у «Звездного вальса». «Как бы так сразу придумали, что у нас есть большая звезда, и вот тут такие маленькие звездочки». С ребятами занималась целая команда специалистов – тренеры, постановщики, хореографы. Кстати, именно хореограф закладывает фундамент, занимается растяжкой, осанкой и пластичностью, ведет работу на полу, которую потом тренеры и постановщики закончат на паркете. «Они приходят со сколиозами все. Каждый второй ребенок сколиоз плюс парта. Ну, это вот все эти лордозы, это седлообразная поясница. То есть мы вот тут еще и как доктора, мы справляем все эти нюансы, и ребенок крепнет в здоровье физически, и плюс еще красота, и несем красоту масса». Пятилетняя Айша Алиева только делает первые шаги в спортивных танцах, но уже настолько увлеклась, что готова заниматься хоть каждый день, плечом к плечу с чемпионами. «Проходили все, ну, просто там, для души, для удовольствия, да, там походить только на групповые какие-то занятия. То есть она так втянулась, что теперь у нас какие-то там свои даже амбиции есть». У Айши еще все впереди, а уже действующие чемпионы готовятся к 10-му юбилейному открытому первенству Ленинского района по спортивным бальным танцам, которое пройдет во Дворце спорта 19 мая. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, ВИДНОТВ. В Доме культуры «Буревестник» сельского поселения Молоковская прошел районный хореографический фестиваль «Радуга танца». Юные артисты показали все свои умения и дарования и устроили публике яркий и незабываемый праздник. Продолжит Екатерина Коваленко. Более 200 мальчиков и девочек стали участниками районного хореографического фестиваля. Возраст танцоров от начинающих 4-6-летних малышей до уже вполне взрослых и опытных ребят. Творческие постановки самые разнообразные. Здесь можно было увидеть классические, народные, эстрадные, современные номера и даже балет. Алена Арсененчук занимается танцами уже 7 лет. За долгие годы она освоила много разных направлений, но балет, по признанию девочки, стал для нее открытием. Горящие глаза выдает любовь к этому искусству, а значит разнообразные балетные па, требующие, кстати, немалых усилий, получаются эффектными. Были сомнения насчет, сможем ли мы выполнить эти движения. Но после это уже как-то входят в ноги, и ты уже не задумываешься о движениях, ты думаешь именно просто о самом танце и как выражать эмоции через движение. И так уже нетрудно. Самое главное – собладать собой и выйти на сцену. Воспитанники ансамбля «Акцент» детской школы искусств поселка Развилка представили яркий танцевальный номер «Девичий перепляс». Стилизованные костюмы, русская мелодия, интересный сюжет и, конечно, артистичные танцоры – вот секрет успеха этой постановки. Танец вызывает у меня счастье, радость. Он достаточно сложный, но его танцевать приятно. Справились сегодня? Да, справились. И аплодисментов было тоже достаточно. Концерт продолжался больше двух часов. Пролетели они очень быстро и оставили незабываемые впечатления. И не только у тех, кто выходил на сцену, но и, конечно, у зрителей. Покоренные талантом, они не скупились на эмоции и аплодисменты. Довольно эмоционально. Мне очень понравилось все. Хорошо организовано. Дети все молодцы. Здорово, красиво. Так вот смотришь на детей, они как звездочки все выступают, показывают свой талант, на что они способны. Мы за них рады. Очень приятно присутствовать на таких мероприятиях. Остались довольны выступлениями ребят и их педагоги. По мнению наставников, участие в фестивале – это бесценный опыт. Каждый выход на сцену, будь то конкурс, будь то фестиваль, будь то просто обыкновенный концерт – это огромное приобретение и уверенность в будущем для детей. Потому что они как-то начинают себя более уютно чувствовать на сцене. Каждое выступление – это повышение уровня, это уверенность, это стабильность появляется и смелость, самое главное. Они уже перестают бояться этой сцены. И хочется пожелать, чтобы яркий, зрелищный фестиваль «Радуга танца» с каждым годом становился все более масштабным, привлекая в свои ряды новых юных участников. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ. Вчера в нашем выпуске новостей мы показали сюжет о строительстве видного Диснейленда. Сегодня мы признаемся, что это был первоапрельский розыгрыш. Хотим поблагодарить всех, кто откликнулся для участия в репортаже и извиниться перед теми, кто принял этот шутливый материал всерьез. Но спешим обрадовать – парк такого масштаба строят на юге Москвы. Совсем скоро в Нагатинском затоне откроется тематический парк «Остров мечты». И о погоде. Завтра нас ожидает переменная облачность. Днем до плюс восьми, ночью около нуля осадков не будет. Ветер северо-восточный – два метра в секунду. А на сегодня новостей больше нет. Всего доброго. Увидимся.